Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот сегодня 10 марта, но как вы видите, за окном у нас еще самая настоящая зима, идет снег, кругом сугробы. Весна приходит в сибирский регион, где я живу очень поздно, и также наступает очень рано осень с заморозками. По этому рассаду нам приходится высаживать, сеять пораньше, когда еще на улице совсем нет никаких условий, для того, чтобы хотя бы успеть получить спелые плоды, пусть даже в конце лета, я имею ввиду прооткрытый грунт. Вот сейчас я подошла сюда, к своей рассаде, и хочу вам рассказать, вот у кого, например, холодные условия, хочу рассказать, какие ящики с лотками держу я на окне. Конечно, как вы понимаете, вот если за окном такой холод, то на подоконниках тоже прохладно. И молодые посевы, ну, я не ставлю сюда ящики, когда только посеяла, потому что для прорастания нужно очень теплое место. Убираю их. Когда взойдут, я немного подержу здесь в холоде, и потом молодые сеянцы я все-таки держу на стеллаже, там теплее. Но вот сейчас, когда вот эти томаты такие уже месячного возраста, видите, они уже вполне сформировавшиеся, большие, ну, как уже, не подростки, как я их считаю, я снова их выставляю на подоконник. И держу их в довольно-таки прохладных условиях. Зачем я это делаю? Конечно, для того, чтобы рассада не перерастала. Потому что на стеллажах всегда теплее, комфортнее условия. Тут они, вот рядом, прям с окном, вы видите, вот окно, вот сразу рассада. Они находятся в более экстремальных условиях, потому что ночью здесь совсем холодно. Сейчас вот последний месяц у нас было и минус 25 ночью. Ясно, что на окне, конечно, холоднее. И поэтому я немного как бы затормаживаю рост вот этих вот красавцев ранних, держа их на подоконнике. Здесь они, помидоры, они вообще живучие существа. И если они вот до такого, до месячного, взрослого состояния уже у меня доросли, то холод им такой, немного, небольшое понижение температуры им идет только на пользу. Тут нет никакого разрастания такого огромного. Они тут не жируют. Они тут находятся как раз в таких условиях, которые им и не дают разрастись, и не погибают они, ну, не затормаживаются. Все им тут хорошо. Вот сейчас я пришла, немного сбрызну их, и решила вам показать и объяснить, какие именно томаты я держу на подоконнике в холодных условиях. Выставляю сюда только те, которые уже в таком, в большом состоянии, в полувзрослом. Вот эти большие я скоро буду пакировать второй раз, и потом вам объясню, зачем я делаю это. Ну, могу сразу сказать в двух словах, делается это тоже для того, чтобы немного притормозить рост рассады. Так томаты будут необъемные по размеру, но взрослые по возрасту. Они будут взрослые, но такие крепкие, коренастые. Двойная пикировка немного тормозит рост их, но возраст-то у них идет, и при высадке в грунт они очень быстро начинают формировать свои плоды. До свидания! Вот это 10 марта у нас. Снег идет, и идет сугробы, мороз, холодно. Но рассаду выращивать все равно уже нужно в это время. Желаю всем хорошей погоды, хоть немного солнышка. У нас солнца вообще нет, видите, мы под лампами все. И если бы у меня не было ламп, у кого нет дополнительного освещения в это время, у нас в Сибири рассаду вырасти невозможно. Она вся вытянет, побледнеет, поблекнет. А вот с лампочками они чувствуют себя хорошо. Видите, какие крепенькие, коренастенькие, хорошие, зеленого цвета. До свидания!